Рубрика «Ковидославие» нашим славим великодушного коронавируса SARS-CoV-2, поскольку на этой неделе тут пришло много всего. Во-первых, Анна Попова, глава Роспотребнадзора, сделала выдающееся открытие, достойное Нобелевской премии по медицине. Она заявила, что вакцинированные от ковида перестают быть разносчиками и переносчиками заразы. То есть, если ты вакцинировался от ковида, заболеть, как теперь выяснилось, ты снова можешь, да еще не один раз, но ты перестаешь заражать ближнего. Это, естественно, мощнейший пропагандистский психот, психологическая подоплека, которая совершенно ясна. Если ты не хочешь подставить близких, ладно, сам ты, может быть, хочешь умереть, поэтому не вакцинируешься. Но ты же не хочешь, чтобы близкие пострадали, поэтому вакцинируйся. Все это выглядит весьма сомнительно, естественно, с медико-биологической точки зрения, что почему-то вдруг, если в тебе есть вирус, ты не можешь передать ему другому, тем более, если новые штаммы вируса Дельта и грядущие за ним латиноамериканские лямбда более контагиозны, то есть заразны, чем предыдущие. Но в пропагандистском смысле это все совершенно ясно. Но, правда, наводит на мысль, а не окончательно ли заврались российские мировые элиты в своей ковидно-антиковидной пропаганде? Не окончательно ли они сами в ней запутались? Потому что, естественно, многое интересного происходит. Вот, в частности, было заявлено на этой неделе, что, так сказать, видным ученым, сейчас скажу, каким, простите, Александром Горелым, он заместительный директор по научной работе СМИ и эпидемиологии Роспотребнадзора, что Дельта-штамм, то есть индийский штамм COVID-19, поражает в первую очередь людей в возрасте от 19 до 29 лет, детей и мобильных лиц. То есть старый штамм, в основном, на стариков работали, и хронических больных, а вот всех, кого не добил COVID-19 до сих пор, для этого специально создан дьяволом, противником нашим, штамм Дельты. Ну, логика понятна. Вакцинироваться должны все-все-все. Поэтому, вот, искать... А там придет еще штамм Лямбда, в котором будет сказано, что он в первую очередь убивает беременную женщину, чтобы они тоже вакцинировались, и младенцев, и пойдет уж музыка не та у нас запляш в лес и горы. В Соединенных Штатах, тем более, тем временем началась долгожданная вакцинация животных, в частности в зоопарке Окленд-Зу. Первая показательная вакцинация случилась 29 июня, и дозу вакцины получили тигры, черные медведи, медведи-гризли. Помните такой анекдот? Гризли? На это душили. Горные львы и хорьки. А вот-вот будут вакцинированы шимпанзе, летучие мыши и звенья. Что все это наводит, естественно, или даже про гараме вакцинации деревьев. И деревья же, если заболеют ковидом, они будут распространять и дальше, заразу, правильно? А там после дельта штамма идет еще какой-нибудь пси-фактор, который вообще всех добьет, и людей, и животных. И, соответственно, в мире 3 триллиона деревьев, из них 20%, около 600 миллиардов, находятся на российской территории. Посчитайте, сколько, какой огромный бизнес можно сделать на вакцинации деревьев. Причем Россия здесь станет, безусловно, одним из локомотивов мировой экономики, если концепция будет одобрена вакцинацией деревьев. Тем временем, несмотря на все титанические усилия, на то, что создается одна легенда за другой о смертоносном ковиде, 58% граждан, как показывает опрос Левада-центра, объявленного в России иностранным агентом, не поддерживают идею всеобщей обязательной вакцинации, а 66% уверены, что прививки, в принципе, должны быть добровольными. И за минувший год число готовых вакцинироваться, согласно тем же данным Левады, уменьшилось на 38% до 24%. Самое распространенное объяснение – боязнь побочных эффектов и ожиданий в завершении всех испытаний. Частично о мотивах, дорогие хосеян, не желающие вакцинироваться. Мы говорили в прошлый раз, но я получил, опять же, нарекания со стороны части аудитории, что я самовлирую это недостаточно внятно. Поэтому я, чтобы быть более внятным, процитирую свою собственную статью «Жизнь после России». Это цикл статей, который публиковался в газете «Завтра» в 2009 году. Призываю всех их перечитать, там немало интересных идей, как выяснилось, не сильно устаревшихся за 12 лет. Вот прям придут цитаты из себя любимого. «В нашей школе нет закона, ну, там говорится о том, что государство, восприятие дорогого и недорогого россияния на русского человека – это строгий учитель. Это не друг и не брат, и не родственник. И в нашей школе нет закона, кроме того, что установлен учителем. И жаловаться на учителя некому. Надо терпеть. Ибо все, что терпим, ради нашего выживания и спасения, в конце концов. Ведь Вася воспринимает нас как детей. Спички детям не игрушки, как известно. Но все сказано не значит, что государство для русского человека тотально. Это не так. Государство – макромир, обнимающий человека со всех внешних сторон. В макромире государство реализует свои цели, высокие и внешние, перпендикулярные обычному человеку. Победы, завоевания и так далее. А у этого обычного русского человека есть еще микромир, сотканный из бытовой культурно-религиозной традиций. И та самая тайная свобода, воспетая главными русскими поэтами, названная своим именем или не названной, это право жить в микромире, защищенном от государственного проникновения. Русские микромиры неисчислимы. У древнего христианина был свой микромир, а поздний советского интеллигента – свой. Но сам принцип прошел через нашу историю в неизменности. Мы принадлежим помещику, но земля Божья и потому принадлежит нам. Мы прообещены государством, нашу скромную святость и бедный обряд. Никто у нас не отнимет. Мы ходим на партсобрания, но под одеялом читаем Сауженицына, и это наше право и наше безмолвное счастье. Поэтому мы спокойно жили и под монгольским игом, и под коммунистическим тоталитаризмом. Ничего страшного. Учитель велико страшен, но он никогда не знает, когда ученик курит в дальнем углу школьного двора. Учитель священен, но пространство, куда не проникает, луч глаза его еще святее. Вот, собственно, так и с вакцинацией, которые, конечно, будут дожимать всеми фибрами государственной души. Еще и потому, что это гигантский, безусловно, не человеческий бизнес, но и потому, что мировые элиты, в состав которых входит российская, не могут признаться, что с базовым менеджментом ковида все было не очень благополучно с самого начала. На этой неделе обосрили еще два вопроса. Первый все-таки о легализации в России иностранных вакцин. Об этом говорят и ученые-вирусологи, в частности, один из званых спикеров по теме, член-корреспондент Транс Сергей Нитиосов. Об этом говорят и политики. Первым партия Яблоко заявила о том, что надо легализовывать и разрешить ввоз иностранных вакцин. Затем более ярко, экспрессивно эту тему обозначил полномоченный по защите прав бизнеса Борис Титов, который одержал огромную победу над французским шампанским, и теперь может переходить к овиду-19. Бесхомно, успешность Бориса Титова в борьбе за браудерство наводит на мысль, что по этому критерию за партию роста можно и проголосовать просто по приколу, что называется. Вполне возможно, что это случится, потому что, во-первых, определенная часть российской элиты привита западными вакцинами, и надо как-то после этого жить в России. Во-вторых, действительно, надо все-таки становится все более очевидным, что регистрация спутника ВИИ или, может быть, каких-то других российских вакцин, на первую очередь, спутника ВИИ, конечно, поскольку на него официально сделана приоритетная ставка нашей власти, на Западе, возможно, все-таки на путях на улице с двусторонним движением. Когда мы разрешим иностранные вакцины, тогда спутник ВИИ и зарегистрируют. Но не раньше. Поэтому здесь тем временем, впрочем, нарастают всякие изыскания, согласно которым можно вакцинироваться и разными вакцинами тоже раньше, это отрицалось. Ну, то есть, он сначала регистрируется со спутником ВИИ, потом Файзером. Ну, и, в общем-то, делайте все, что угодно, только вакцинируйтесь. Это сейчас главный тезис пропаганды не только в российском, но и в общемировом масштабе. Пока что из эпидемии COVID-19 уходит только Сингапур, который, наконец, заявил, что он готов приравнять COVID-19 к обычному гриппу, отказаться от любых тотальных изоляционных карантинных мер, отменить поголовные ПЦР-тестирования, заменив, впрочем, на экспресс-тестирование, которое надо делать чуть ли не ежедневно. Я полностью соглашаюсь с тем, что только изменение отношения к COVID-19 способно поменять ситуацию в этом вопросе. Именно отношения. Потому что иначе эта музыка будет вечной. И ревакцинация, три раза в день, эти бесконечные штаммы, каждый из которых злеет рукован. Все-таки ежедневное экспресс-тестирование, даже экспресс-тестирование, а не полноформатное ПЦР-тестирование, оно психологически очень обременительно для человека, потому что человек каждый день думает, не заболел ли он. А сама эта мысль разрушает психосоматические представители вида человека разумные. Поэтому тестирование, конечно, должно быть гораздо более редким и, возможно, избирательным, только при наличии все-таки симптомов. И уже на этой неделе, в тот же Александр Нечетов, уже упоминавший на сегодня некоторые другие, специалисты заявили, что многие люди считают, что больны ковидом, хотя они не больны ковидом, а у них просто симптомы ОРВИ. Хотя власть только что пару недель надзаявивала, что ты симптомами ОРВИ, то по умолчанию считаешься больным ковидом. В общем, все, что в сфере ковидославия происходит, так или иначе, работает, действует по анекдоту. Поэтому ядерной войны не будет, но борьба за мир будет такая, что камня на камне не останется. Ну, мы должны поблагодарить еще ковид-19 за его вклад в выздоровление мозгов человечества. Часто на этой неделе британские исследователи заявили, что иммунитет от ковида-19 вырабатывается под влиянием обычного напитка кофе. Две-три чашки в день. Две-три чашки в чайки. Это влаговарка по фе. Две-три чашки в день. Очень хорошо. Не заболеешь ковидом, можно и не вакцинироваться. Но главное, о чем сообщает НМРБК, что за 2020 год, на который пришелся главный удар пандемии, не паники, но пандемии паники, конечно, а это умалчивается, количество при вершине здорового образа жизни в России сократилось на четверть. Если в 2019 году зожников было 12% от общего участка населения, то сейчас их 8,9%, то есть меньше почти 4 миллиона человек. Но сократилось на третье число антизожников, то есть людей, демонстративно ведущих нездоровый образ жизни. С 50% в 2019 году, половина населения, до 33% в 2020 году, до третьем. То есть россияне стали стремиться к золотой середине. Они поняли, что добродетельцы средние. Что здоровый образ жизни, в первую очередь, в голове, никакая качалка, никакой фитнес. Если вы несчастливы, если вы дисгармонично разрываетесь на части с внутренней проблемой, вас ни от чего не спасет. И поклонение физическому телу без духовного самовоспитания и развития ничего не стоит. Вообще не нужно пойти ни в какую крайность. Ни в фитнес-крайность, ни в антифитнес-крайность. В соответствии с Белковской теорией аддикции, альтернативой какой-нибудь вредной аддикции является не другая, такая же заместительная терапия. А перераспределение своих зависимостей между многими-многими разными факторами и субъектами с качественным уменьшением уровня зависимости. Пьешь мало, ешь мало. И так далее. И будешь ты здоров и счастлив. В первую очередь, психологически. Все остальное приложится. Еще один позитивный итог ковида, это, конечно, близящийся крах олимпийского движения, который давно никому не нужен, но это стало ясно только сейчас. И вот Олимпиада в Токио, открывающаяся 23 июля, проходит без зрителей. Олимпийские игры без зрителей. Скоро их можно провести без спортсменов, а результаты формировать с помощью искусственного интеллекта. В Японии уже говорят, что Олимпиада стала жертвой так называемого проклятия Токугавы. Токугавы — это знатный японский род бывших сёгунов. Потому что когда я на Токио готовилась к Олимпиаде 1964 года, то олимпийские объекты некоторые были построены на месте фамильного кладбища Токугавы. И с тех пор, значит, умершие представители этого рода мстят всему, что связано с олимпийским движением в Японии. В частности, там построен некий туннель, соединяющий отели и спортивные объекты в Токио. В нём постоянно появляются привидения. Но сейчас привидения, я думаю, не появятся, поскольку никто не приехал на эту Олимпиаду. И какой смысл кричать в пустом туннеле? Но становится всё более очевидно, что особенно в случае бойкота олимпийских игр в Пекине, зимних игр 2022 года, которые будут связаны уже с политическими вопросами США, к Китаю, а не с чем-то ещё олимпийское движение займёт своё достойное место в музее, в палеонтологическом музее, в основном человеческом.